МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейное счастье – это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за три дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса машина, едет. Мы едем. Что за знак? Парковка. Уже на четвертый день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты. И лучшая из двух учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятвии в горе и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? А учи жену рубить, как научишь, сможешь пить. Знакомьтесь, это наши первые участники. Семья Марцинка. Меня зовут Вадим, мне 32 года. Однажды я попробовал отдых под парусами и решил стать капитаном морского плавания. Вообще-то я пошутил. Экзменом я стал не так давно. Это мое хобби. На самом деле я бизнесмен. И больше всего мне нравится в моей работе именно то, что моя правая рука – это моя любимая жена, которую я ласково называю улиточкой. Меня зовут Настя, мне 30 лет. Я же органайзер, я же помощник, я же жена. И просто воздух для своего мужа Вадима. В нашей семье и с моей и с его стороны машину водят все. Особенно две сестры Вадима, которые тоже сидят за рулем и начинают меня просто подкалывать. Потому что я не умею водить машину. Это моя инициатива – посадить жену за руль. Сам я профессиональный автогонщик, когда-то занимался гонками. А это наша машинка, которая нас перемещает не только по городу, но и по стране, и по всему миру. Я буду очень стараться не подвести своего мужа. Просто обязана утереть нос всем, кто меня подкалывает. И должна уже научиться водить все-таки. А это их соперники – семья «Морковка» Никита и Аня. Меня зовут Никита, мне 27 лет, и я создаю проблемы. Моя работа заключается в том, что я проверял объекты на предмет пожарной безопасности. В общем, я – пожарный инспектор. Несмотря на то, что я занимаюсь пожарной безопасностью, все конфликты в нашей семье тушит моя жена Аня. Меня зовут Анна, мне 26 лет, воспитываю маленькую прекрасную дочку, пишу диссертацию по пожарной безопасности. Мы с Аней в браке, 5 лет. В нашей семье три девочки – я, дочка и наша маленькая беленькая машинка. Мне сложно сказать, что это просто автомобиль для меня. Это ведь наш маленький корч. Я его люблю так же, как своих двух девочек, которых ласково называю моей тёлочкой. Моя задача состоит в том, чтобы научить двух своих тёлочек, одну чуть-чуть пораньше, другую чуть попозже, вводить автомобиль, для того, чтобы я чувствовал спокойствие и уверенность, когда они будут везти меня домой на веселе. Привет, шикарные! Это шоу «Научи жену рулить», я его ведущий Денис Косяков, а это самый быстрый из моих друзей. У меня просто мало друзей. Профессиональный автогонщик Валерий Шевелёв. Именно. Актёр, шоумен, сценарист и телеведущий. Да-да-да, это всё я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для «Ночных кошмаров». Итак, запомните, если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелёв. Профессиональный автогонщик. Чемпион, инструктор по экстремальному вождению и просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецела в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слёзы. А это наши герои. Никита и Аня. Вадим и Настя. У вас, Вадим и Никита, есть ровно три дня для того, чтобы научить своих жён водить автомобиль. В остальном ничего не изменилось. Наш главный приз по-прежнему 65 тысяч рублей. Я по-прежнему даю вам планшеты, на которых вы найдёте правила дорожного движения и задания. Единственное, что изменилось, это то, что мы начнём наше шоу только после того, как Валера назовёт число кратное семи. 14, 28, 56, 112. Валера слишком умный, ты испортил мне начало. Ладно, мы начинаем! Вадим действительно серьёзный конкурент, серьёзно настроен. И моя позиция такая, что мы будем бороться до последнего с ним. Заяц. Чуть у валяки конкурент. Я просто самый крутой мужик. Он у меня автогонщик и вообще о чём можно говорить. Просто нет шансов мне научиться водить. Ну, нехорошие ребята, жаль, конечно, что им придётся проиграть. Доброе. Сегодня первый день нашего соревнования, и участники проведут его на автодроме. Главная задача, которая стоит перед мужьями, это не просто посадить жену за руль, а ещё и научить её трогаться с места, правильно крутить руль, парковать машину в гараже и даже ехать под горку. Слушай меня внимательно. Слушай и делай. Даёшь газу чуть-чуть и отпускаешь до конца цепления. Супермен-чим! Ю-ху! Вадим с женой уже мчатся по автодрому, а Никита и Аня морковки пока никак не тронутся. Что происходит? Так? Ты тупишь? Блин. Я медленно отпускаю сцепление. Я его так отпускаю. Главнее. Вот так, вот так, вот так. Куда дальше, куда дальше? Поворачивай. Куда поворачивай? Сюда! Да не туда, б**я! Ну вот туда, по большому кругу! Когда я села за руль, я почувствовала какой-то азарт, какое-то удовольствие, так что я все смогу и я такая прям вся молодец. Ну наконец-то хоть кто-то из девушек доволен с собой с первой минуты. Препятствие, вот которое ты объезжаешь, должно быть приблизительно чуть-чуть впереди тебя. Б**ь! Быстрее, 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 быстрее! Колесо! Нормально! И второе колесо! Стоп! Я не могу! Я-я-я-я-я-я! Два столба твоих! Она ехала, это было круто. Да, она там колесо споймала одно, но и опытные водители на дорогах. Ты говоришь, что смотришь, думаешь, ты что, куда ты едешь? Упражнение змейка. Это нормально. Научи жену тупить. Никита, у нас все-таки мужья учат рулить. Руль вправо, резко. Резче, резче. Налево, резче, 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 еще. Как смешно, она скрипит ртом. Колесо! Ааа! Ааа! Тихо, тихо. Как мне остановиться? Если я говорю, Аня, пиздец, нажимаешь две педали, сцепление и турнос одновременно. Вот так вот надо было изначально меня предупредить. Ну вот, Никита и Аня уже выработали свой язык общения в машине. Тогда как у Насти и Вадима все не так безоблачно. Вадим, я не знаю, в какую сторону мне надо. Я не понимаю, как назад. Я сейчас... Она вот так должна встать. Все нормально. И все, поехали. Чуть-чуть газку можно добавить. Стоп. Я теперь... Да, это опять колесо было. У него, замечаешь, от вождения жены начинается немного новая жизнь рождаться на теле. Я не знаю, что... На нервной почве. Супер, мы проходим. Мы проходим. Проходим, да? Да, проходим. И теперь в обратную сторону. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. У-у-у, мы сделали это. Кажется, процесс обучения пошел. Аня и Никита даже готовы учиться парковаться. Переходим к упражнению заезд попой в гараж. Давай. У тебя есть два ориентира. Зеркала. Заезжай в гараж. Представь, я пьяный. Он приехал. Ты меня домой везешь. Они любители игр. Ролевой. Да. Итак, муж Ани пьян, и она пытается завести его в гараж. А Вадим тресв, бодр и не жалеет слов для объяснений. Едем в гараж. Это вот эти вот палочки. Видишь, которые там. Для того, чтобы туда попасть. Тебе надо выкручивать руль, что машина зашла. Вот так. Мать моя, женщина. Зачем вообще женщина водить? Ты вспотела, да? Потная диска. Как остановиться, как остановиться? Аня, блядь, пи**ц. Стенка гаража, как я выйду. Ого. В обратную сторону. Руль, в обратную сторону. Есть. Твой. Ой. 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 Я что-то оторвала. Это был наш бампер. Эфа. Да? Настюх, минус бампер. Я не знал, что можно так машину разбить, а шин. Оторвали бампер. Начала просто понимать, что не так все просто, как хотелось бы. Вот это сознание начинает нагонять страху. Ты же меня любишь, правда? Одно радует, это не моя машина. Ну, оторвали, только оторвали. Ну, короче, заехали. То есть Вадим, как человек, который считает, что он очень круто управляет транспортным средством, принял этот заезд в гараж. Странно. А пока Вадим и Настя после столь фееричного заезда в гараж настраиваются на дальнейшее обучение, Аня и Никита уже пробуют взять самую сложную высоту нашего автодрома. Эстакаду. Газу, газу. Газу больше, 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 больше. Тормоз, тормоз. Как это сделать? Подтолкнем ее. Давай, отдай. Слушай, к ним можно ребенка подзаять в машину, чтобы его укачало и уснул. Отпускай ручник. Я боюсь. На, поехала. Газу, газу. Прямо. Тормоз. Самая большая наша проблема была эта эстакада. Вот как-то он не мог мне объяснить, что мне конкретно нужно сделать. Ты такой учитель, как я этот. Как ты водитель, да? Давай газу. Давай, давай. Ааа. А я движусь. Убийца. Стакан. Что-то я начинаю сомневаться в своих способностях. Да, с каждой секундой надежда на то, что Аня заедет на эстакаду все призрачнее. Ага, на сцеплении замерла. Замерла нога. Больше газу. Газу, газу, газу. Больше. До конца. Газу. Аааа. Сука можно, пожалуйста, заедет на нее. Ты, кстати, хоть раз видел в передаче, чтобы кто-нибудь использовал руки, чтобы пользоваться ногами водителя? Кукловод. Ноговод. Свои ноги я не могу же ей отдать. Я переживал, что она въедет в эти отбойники, колеса и все остальное. Еще, 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 еще. Наконец-то. Боже мой. Это что такое? Это попало на сотку баксов. Нитровочка, притормаживай, притормаживай. Левый поворотик. Молодец. Молодец. Налево. Похоже, обучение этой парочки на сегодня завершено. Эстакада выжила из них последние соки. Я в шоке. Думала, конечно, что я справлюсь лучше. Завтра в город. Там, наверное, будет большая ошибка для всех. А вот и Настя с Вадимом добрались до эстакады. Надеемся, хоть тут обойдутся без происшествий. Отпускаешь ручники, да отпускаешь сцепление. Это куча всего. Давай до конца, так чтобы он тебя держал. Блин, капец. Все, давай, выжимаешь сцепление, поехали. Для меня на сцепаде было жутко раздражительно, потому что вот оно не получалось. Блин, капец. Что делаем? Вытирай меня быстро. Ты офигенная вообще. Настя у меня другая. В той ситуации, где нормальный человек может не нервничать, она почему-то начинает нервничать. Надо вот типа все плавненько. Машина – это уже нежное создание. Настя, куда ты? Практически побег с эстакады. Мне нужно было выйти из машины для того, чтобы выдохнуть, но выдохнуть получилось. А вот желание заезжать на эстакаду просто пропало. У меня не получается. Ну, все, я не могу. Ну, блин. Передайте мне пять минут, хорошо? Я не вот эту заднюю передачу, все. Итак, несколько минут отдыха и вот оно возвращение. Похоже, Настя решила не сдаваться и все-таки покорить эстакаду. Еще чуть-чуть отпускать сцепление. Поехали. Мы уже прям едем. Все супер вообще. Идеально. Еееее! Мы это сделали! У-ху-ху! Я люблю тебя. Все. Не про меня просто это вождение. Это жесть. Я не ожидал, что это будет так сложно. Эээ... Я думал, что мы потратим минут десять, времени на эстакаду, а получилось минут тридцать. Ну, как бы... это тоже результат. Смотрите далее. Может, в церков責 very? Я вообще плохо вижу, а очки где-то потеряла... я не могу когда ты на меня кратишь, блин! А-а-а-а! А-а-а, overlook my eyes протяж göreи! Останавливай! Останавливай, дальше идешь сама. Куда ты собрался? Сегодня второй день обучения, а это значит, что наши участники впервые выйдут в город Там уже не забалуешь внимательность и еще раз внимательность Я как на экзамене, Аня, я не знаю, мне в животе все поднялось Страшно очень, я уже ничего не помню, боялась, что что-то не получится Давай теперь посмотрим наше задание Здравствуйте, Никита и Аня Сегодня вы впервые выезжаете в город, и прежде чем это сделать Вам, Никита, необходимо проверить свою жену на знание правил дорожного движения На каком расстоянии до встречного транспортного средства вы должны переключить дальний свет фар на ближний? В зоне видимости Вадим сам ответил и ответил неправильно, молодец 150 метров Я, честно, сам не знаю Разрешается ли перевозка людей в салоне легкого автомобиля, буксирующего неисправное транспортное средство? Нет Я думаю, что нет Правильный ответ, зачет Второй раз Вадим отвечает неправильно Вадим, Вадим Чем отличается остановка от стоянки? Ну, на остановке останавливается транспорт Прекрасный просто диалог двух людей, которые не знают правила дорожного движения Она имела в виду автобусную остановку и автомобильную стоянку Чем они отличаются? Смешно Остановка – это остановился и поехал через 2 секунды, а стоянка – это же надолго Правильная формулировка такая До 5 минут – это остановка Ну, хорошо Выше стоянка А теперь отправляйтесь в город и будьте внимательны Вадим, ваша задача в городе – проверять жену по всем знакам, встречающимся вам на пути Может, в церковь заедем? Можно, конечно, и в церковь, но не уверен, что это поможет в вождении Поехали Левый ряд, паворотник, левый ряд Тише, тише Да что тише, я сам нервничаю Левый ряд, Анечка, давай, быстрее, быстрее Когда мы только сели в автомобиль и выехали в город Я подумал, сегодня что-то случится Это был просто шок Поехал А что не видно, что учу жину рулить? Сигналит он Когда я выезжала в город, мне казалось, что мое состояние было как колючий вот такой вот ежик Да, девчонки пока очень напряжены И неудивительно Ты едешь 5 километров в час, чувак быстрее идет Поехали Да, блядь, нет, это как его Руки, ноги дрожали, внутренние, больше даже не руки, ноги дрожали, а именно внутренняя дрожь Ой, 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 мамочка Все, мы идеально прошли вообще Чувак, уйди, уйди, пожалуйста, уйди Спасибо Я поехала на красный свет Мое первое в жизни нарушение А что там такого радостного? Ну, смешно, наверное Я выжила, я проехала на красный свет Дядя, 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 он подкуривает, видишь? И мы все равно Ах ты, скотина Какие знаки? Не помню, если честно Знак дорожной разметки Расскажи мне, что вы назначаете? Ты видел, как настраивается зрение? Я вообще плохо вижу, а очки где-то потеряла Кстати, нельзя управлять транспортным средством, если у вас проблемы со зрением И вы не в очках Почему тут три светофора, а везде по одному? Чтоб всем было видно Почему мы стоим в этом ряду, а не едем быстрее в правый ряд? Потому что я так встала уже Вот так встала не только Аня, но и Настя Прямо посреди дороги Перекладываешь ногу на газ и поехали Да, газу, я не могу, все Надо просто дать больше газу, все нормально У нас некуда прыгать, там ничего опасного нет Ну ничего, автобус будет ждать А я так по картинке вижу, автобус ждать не собирается На газ в пол Я только от это, я не могу Стой, стой Заводись Ух Сори Газ Да, в этот момент нужен газ Ой, ой, ой И мы едем И едем Мы заходим Окей Я думала, господи, хоть бы не было такой ситуации, чтобы я сиди не устала И пока Настя никак не может выйти из глохнущего состояния, Аня вовсю рулит по городу Что ты делаешь? Что ты делаешь? Убери руку Третья Какая третья? Передача Не хочу Ты вообще разговариваешь со мной или ты сама? Я с тобой Если ты сама, то я выйду и держать дальше сама Я с тобой, разговариваю Потому что я тебе задаю вопрос, и ты на своей волне Не будь вот такой Да, терпения мужьям в городе хватает в лучшем случае на первые минут 10 Хотя, наверное, и этого много Мне надо Ну, б***ь, б***ь, подругу Поехали, газ О, боже Сейчас что-то будет Тебе надо с этого ряда ехать Перед ними, б***ь Ты, б***ь Почему ты начал просто повышать на меня голос? Я не могу, когда ты на меня кричишь, блин Я не понимаю Я начинаю нервничать, у меня все выключается, б***ь Тут Владиму тоже попало Мы нарушили все, что можно было нарушить Ну, ничего страшного Ты на третьей передаче едешь Ну, до какого, б***ь, я на третьей передаче еду Я не знаю, какого, б***ь, ты едешь на первой передаче Газу дай Остановись на светофоре Тебе налево сейчас надо будет поворачивать На светофоре Это светофор Бабушка идет впереди Мне ее что, сбить, б***ь, б***ь Да, пешеходам, знаком, всему исчезнуть Даешь пустыню вместо городских дорог Я так просто, я ехать не могу Еще и на знаки тебя смотрю А как ты можешь ехать, несмотря на знаки? Как? Ты вообще эти знаки не знаешь Я не знаю знаки? Да Ты нормальный? Все Не знаю, езжай сама Ты обиделся, обиделся Я не знаю знаки Прикольно было бы, если бы на ходу сейчас вышел Да Останавливай, что я выхожу Тут нельзя за дверь в мире Тут нельзя за дверь в мире Ты сама справишься, да? Ты собрался Куда ты собрался? Ты понял? Мужик сказал, что я сделал На ходу? Меня раздражало то, что она все время Со мной спорила Она неаргументированно давала какие-то доводы Я сама и ты сам не знаешь Или еще что-то Вот это у меня просто взбесило Что он не любит критику в свой адрес Вообще никак не воспринимает Так, аргументы понятны, но Аня осталась без учителя Блин, ну что ж это такое? Ну как я теперь поеду? Че он вообще психанул? Че мне вообще делать? Че-то я не еду Я поняла, что мне делать это специально, чтобы меня немножечко разослить Вот как надо воспитывать жену! Просто уйти! Вышел и пошел Чувствуя, что обстановка накаляется, Настя решила спасать ситуацию Подтянуй на меня быстренько Я у тебя молодец Ну такое Я бы поспорил Оп, оп, оп И мы встали И достаточно спокойно пара завершает второй день обучения Пока глохну Когда начинают сигналить все Это самое ужасное Потому что ты только заглох Сразу все Би-и-и Давай Мне страшно посадить ее за руль собственного автомобиля Если где-то зациклизавтра машина будет Ой Есть, твою мать Я просто знаю Ой Мы что-то оторвали Завтрашний день все покажет, Вадим Никите и Ане хоть бы с сегодняшним разобраться Все как в лучших мелодрамах Она догоняет его А он не обращает на нее внимания И тут она ему ЗА, верни семью Честно говоря, для меня шок был, когда я ее увидел Я думал, она уже где-то тормознула Наварите во втором ряду И тормозит весь поток Ты будешь слушать меня? Да Ты что же пойми Я же это Я же нервничаю Вернулась я за ним Потому что я его люблю Может он и не знает чего-то Но я не должна была ему об этом говорить Итак, за итальянскими страстями Всегда приходит любовь и взаимопонимание А с ними Послушание Поворотник выключу Есть Так точно Халява закончилась, дорогая Быстрее, быстрее Ну что быстрее, быстрее Куда быстрее? Быстрее, блядь Ты отработай Так объясня мне, что? Газ нажимай Отпускай сцепление И отпускаешь из ручника Поехала Давай газу больше Газу Газу, газу, отпускай сцепление Газу больше Нажимай педаль Еще больше Нажимай Больше Пол нажми Я нажала В пол Поздно Ооо Да, парковка у нас бомба Представка, настоящая блондинка Натуральная такая С рождения Не крашенная Машина припаркована Это значит, что второй день обучения И для этой пары завершен Физически, мне кажется, я похудела Киограмм на два Вот Не до понимания у нас, наверное, пошло Я, наверное, пару седых полос Сегодня себе приобрел Вечер Аня и Никита решили провести Гуляя с дочкой Хотя нет Похоже, выясняют отношения Я, конечно, понимаю, что Ты привык все время уходить Уходить от проблемы От каких-то наших конфликтов Но, блин, реально Ситуация была очень тяжелая Очень сложная И ты вот так вот просто взял И выпрыгнул практически из машины Аня, ты все равно меня не поймешь Я был возмущен В твоих словах Я могу справиться без тебя Раз Второе То, что ты сам не знаешь правила Два Чтобы мне потом не было Обидно Когда ты поедешь на нашей машине в город Ее клад снеждения будет И у второй пары впечатления О прожитом дне хоть отбавляй Ну, слушай, ты знаешь, я очень плохо реагирую на стрессовые ситуации Всю ночь учили с тобой знаки Половину не знаю Стресс я все забыла Слушай, ну выезжать со второстепенки Как бы не понимаешь, что ты выезжаешь прямо под маршрутку Это не решение Можно было сделать так Так, и на этом бы передача закончилась Просто если наши друзья увидели сегодня тебя за рулем, то мне было бы стыдно Сегодня самый ответственный день нашего проекта По условиям, именно в третий день жены садятся за руль семейного авто Мужчины, держите себя в руках и верьте в своих избранниц Я вот эти вот ключики маленькие мои, хорошенькие такие Я отдаю тебе, но Но Я тебе на ушко сейчас шепну кое-что Если что-то сегодня случится, ты понимаешь, что будет Так шепнул, что вся страна услышала, что он шепнул Так, а какие наставления получит жена от Вадимы? Я очень сильно нервничаю сейчас Это тебе еще, Настя, муж не говорит А если разобьешь машину? Была счастлива, когда нажала первый раз на газ Нажала на турнос, поняла, что сцепление нажимать не надо Это было для нее тоже весело Настя, нельзя так резко тормозить Я перепутала педали, извините, пожалуйста Сцепления нет, но Насте и двух педалей много Путает она Готова ехать на семейном авто и Аня У тебя уступит дорогу, Аня Уже ступай, С-класс едет Отступай и тормози Ну что же, хотя страх и не отступил, девушки уже освоились в машинах И пора переходить к заданиям Давай прочитаем задание, которое нам прислали ведущие Здравствуйте, Никита и Аня Своё задание вы можете забрать на ближайшей автобусной остановке Супер! Вам необходимо добраться до ближайшего перекрестка, где вы сможете забрать ваше задание Офигеть! Мы едем прямо до светофора Итак, ближайшая автобусная остановка Никите завязываем глаза Я буду вынужден завязать тебе глаза сейчас А пацаны, ну и гоните А теперь мы даем Никите два аквариума Его задача – переложить всё из одного в другой Повязку он может снять только после того, как первая единица содержимого окажется во втором аквариуме Я подумал, всё, приплыли На этом съёмке сегодня закончится Ты послушай Я не боюсь, п*** Смышь иголки Всё, я всё Мышей боится? Да? Я первый раз встречаю парня, который боится мышей Мы в браке 6 лет, но для меня было открытием, что мы можем боиться мышей Правда Никита, похоже, лишился чувства от страха и совсем забыл, что нужно ещё и жену учить водить Тем временем готовы забрать своё задание Вадим с Настей Здравствуйте, друзья Задача у Вадима простая Проверить три факта о легендарном газированном напитке В его распоряжении парик, ржавый автомобильный бамбер, ментоловые конфеты, ну и сам напиток Окей, поехали Фактически сразу же понял, какие задачи у нас будут И уже у меня начался процесс продумания, как это делать так, чтобы не зазрать автомобиль Факт номер один С помощью данного напитка можно с легкостью удалить жвачку с волос Проверяем Жесть А я, кстати, проверял Работает Работает? Работает Я пробовал газировкой чайники чистить Работает тоже Работает 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 Эй, костюм как? Ты могла не тормозить? Твою мать Это невозможно Миф Проверено Ничего, Вадим, не проверено, не сильно ты и старался Признайся, что просто не можешь выполнять два дела одновременно А как там состояние Никиты? Оно в моей машине, ч**, твою мать Оно сейчас вылезет Никита, тише Успокойся А, оно шипит, блядь Ха-ха-ха Кто это придумал, эту х** Тише Оно ворочит, эту х** ворочит А, блядь, тебе, блядь, мою мать А ты едешь вообще уже? Едешь, Ань Тихо Мы реально едем на машине И я не смотрю ни на дорогу, ни на Аню На нашей машине, ни на чужой Аня, не ударь машину Я туда руку не засунул Что это за х**ня, ты можешь мне сказать? Ты жена или кто? Ты со мной обещала в ЗАГСе А, блядь, блядь Ч**, блядь Ч**, блядь Внимание Брыгай, два Брыгай, малыш, прыгай Раз, только что Брыгай, да-да А, я что-то выскочила, нет? А, блядь, блядь Когда я услышал, что оно ползет Я его, не то что боялся взять руку Я брезаю, фу, мерзость, вообще ужас Убери, убери, убери Всё, всё, всё Кого убрать? Дай, я иди А, блядь Смешно А, блядь, смешно А, блядь А, блядь Такой, знаешь, обученный десант Начал такой выползать, чтоб перепрыгнуть прыгнуть. Это был в тюрьме, массовый побег. Никита уже пересадил первую в аквариум и совсем забыл, что может снять повязку с глаз. А вот Вадим со всей серьезностью собрался проверять второй факт о легендарном газированном напитке. Факт номер два. С помощью данного напитка можно придать старому хромированному паперу новый блеск. Вы что, жжете, что ли? Нет, мы не жжем. Мы сейчас факты проверяем. И для зрителей проводим ликбез. Тру ржавчину. Как по мне, то чуть-чуть смывается. Меня отвлекало то, что он делал постоянно, поэтому я ездила. Я больше переживала за то, чтобы у него все получилось. И ехала нормально. Вообще, как-то не стрессово. Смотрите далее. Я грязный, как спятина. Вези меня, извозчик. Чтоб я так змейку проезжал, так моя бабуля быстрее едет. Блин, там девочка. Да, там девочка. Я специально туда поставил. Полегче. Мы ценой грязной машины и моих шорт проверили. Миф. Вот прямо все у Вадима миф. Просто плохо старался, боялся шорты испачкать. А в машине Никиты и Ани истерика. Теперь уже у Ани. Прижмись где-нибудь, припаркуйся. А, ну послушай меня, собери. Все, уже все. Полезла. Никуда полезла? Подъюбься к тебе. Тогда полезла. Ну, мыши, тогда я сам боюсь. Я собрался. Я ж мужик или кто? Нужно сделать это. Блин, такая мерзость какая. 25 штук. Сразу быстро начал их собирать и куда-то, и только переживал за то, чтобы я не плакала, потому что он не любит, когда я расстраиваюсь. Ай, куда лезешь? А, что ты делаешь? Глаза у них не добрые, я вам честно скажу. А, сука. Ну, что ты орешь? Я не знаю, чуть не прыгнула на меня, не укусила. Конечно, прямо как львица готовилась к прыжку. Факт номер три. Поговариваю, что с помощью данных конфет и легендарного напитка можно составить нежно. Ну, это бомба, короче. Да, да. Она рванет. Твою мать. Блин, это происходит. Не факт, это щадный. Что за задание, мать его! Спасибо Вадиму, что он додумался это делать вне машины, потому что мы бы были просто все в этом напитке. Мы проверили этот миф, он оказался не мифом, это факт. Я грязный, как шпятина. Ой, да ладно, Вадим, делов-то. Просто будут немного липкие руки. Да, не буду, я тебе покажу. Передача, Ань. Что? Какая передача? В мире животных какая? Что ты кричишь? Ты послышал себя. Ебаню твою мать! Ебаню шипит, а маня! У меня была причина. Все, все мыши в загончике. Ура! Никита справился с заданием. Тогда не испытываем ваше терпение и посылаем следующее задание. С этого момента Настя будет ехать домой самостоятельно. Комментирую каждое свое действие. Никита, каждая ваша подсказка жене будет стоить вашей паре 6500 рублей в случае вашего выигрыша. Никогда еще до этого мне мои салата так дорого не стоили. Когда пришло задание о том, что мне нужно теперь ехать без подсказок мужа, вот тогда я начала понимать, что вот теперь мне страшно. Настюх, я молчу. Поехали. Мне показалось, что это очень прикольное задание. Единственный вопрос у меня возник. У Насты топографический кретинизм. Она в четырех домах может потеряться. Итак, свой путь без подсказок начинает Аня. Короче, если ты будешь молчать, это будет лучше. Мне надо какую-то такую лаунж-зону сделать. Нет, я себя плохо чувствую, успею. Куда повы? Вот тут я саду себе. Ляу дальше вот так вот. Вези меня. Извозь. Так, домой хочу. Можно я? Ты провоцируешь, дорогая, провоцируешь. Ты знаешь, бюджет уменьшится, понимаешь? Так, все, молчи. Так, Никита, чтобы не подсказывать, устроил себе на заднем сиденье зону отдыха. А Вадим что придумал? Мы едем, едем, едем в далекий. Что-то мой муж прийти. Подозрительно. Какой чудесный день, какой чудесный я. Ой. Такой красивый стол. Я не подсказывал, на самом деле, не из-за денег, а потому что мне было интересно, может ли она ехать самостоятельно. О, Никита отдохнул и решил вернуться на почетное место в первом ряду. Наверное, так все-таки спокойнее. Зай, что ты не смотришь? Ты хоть это. Я закрыл рот. Зай, ну это наша машина. Нормуль? Никита, вот не имитируй, что тебя плохо везли и теперь укачал. Всем спасибо. Она все время базарила от самого старта до конца. У меня была задача такая, все комментировать, все, что я делаю. Да-да-да-да, я потом закрою рот, мне говорю. Мне кажется, что когда он молчит, я просто сама все делаю и все получается. Я поставлю завтрашний мне то, что мне будет стыдно за себя, что я не научил свою жену рулить. Для Ани и Никиты на сегодня обучение окончено. А вот Настя и Вадим никак не могут припарковаться возле дома. Не могу сама запарковаться там, ну это жесть. Когда ты говоришь, это гораздо проще, ты знаешь. Зажал подсказку. Зажал 6,5 тысяч рублей. Зажал, не зажал, а Настя молодец и автомобиль все-таки припарковала. Я нормально стала? Ну это было достаточно неплохо. Мне кажется, я нарушила вообще все, что можно было нарушить. Кто лучший, покажет завтрашний экзамен. А накануне решающего дня ребята решили подбодрить друг друга и отправить видеообращение. Эй, привет, ребята, меня зовут Никита. Я не очень помню, как вас зовут, но я думаю, это не важно, ведь завтрашний день расставит все точки над «и». И сегодня я хочу вам предоставить весомый аргумент в сторону нашей победы. Его имя, сейчас я вам даже покажу. Это я. Это моя жена. Мы готовы к любым испытаниям. Поэтому, ребята, готовьтесь. Реально. Бой будет серьезный. Парвел. И я не знаю, чем он закончится. Это будет только наша победа. Да. Да ладно. Ха-ха-ха. Конечно. Я прям уже боюсь. Да-да-да. Дрожат ножки, посмотри. А вот ответ Вадима и Настя. Эй, вы там, внизу. Конкуренты. Ребят, мы вам желаем победы завтра, но после нас. Первое место с конца, это тоже круто. Это он зря. До встречи, до второго. Пока. Все. Я думаю, ты можешь расслабиться и сделать то, что ты делаешь. Можно даже не париться реально. Сделай это. Сегодня день экзамена. Совсем скоро Настя с Аней продемонстрируют свои навыки вождения и докажут, что их мужья – лучшие педагоги. Мужчины, приятно, что вы сохранили в целости и ваши очаровательные автомобили, и не менее очаровательных барышень. Рад, что вам не пришлось выбирать. А вот нам с Валерой сегодня предстоит выбрать. И с кого начнем? Кто из вас более спортивный? Я. А вот и нет. У Никиты кроссовки, значит, это вы. Поехали, вы первые. Перед сдачей экзамена я переживала. Конечно, были бабочки в животе. Я нервничала, потому что я хотела победить. Заводи. Что ты делаешь? Заезжай. Анечка, давай. Я когда нервничаю, я хочу жрать. Я на это смотрю, я думаю не про Аня, я думаю про то, что бы мне съесть. Ух ты, ничего себе. Она заглохла, блин. Ты хорошо стоит. Хорошо стоит, ровно стоит. Роман, на змейку? Да. Давай, 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 давай. Да руль, руль, руль. Руль. Молодец. Страш вообще. Чтоб я так змейку проезжал, так моя бабуля быстрее ее терпит. Проехали. Ну не сбила, Глянь. Ну ладно. Весьма неплохо, потому что обычно, в процентах 80-90 случаях, в последний поворот женщины не вписывалось. Начало неплохое. Посмотрим, как будет дальше. Твоя задача заехать в гараж задним входом. Гот, 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 гот. Ес! Молодец. Ну что заехала, да? Ну блин, ну как-то мягенько, да? Змейку проехала, задним входом заехала. Почти все сделала. Осталось заехать на эстакаду. Давай что-нибудь веселое придумаем сейчас. Итак, на спуске эстакады, имитируя другую машину, будет сидеть наш гример. Начинаю нервничать. Куда? Если мы начинаем отказываться, уходи. Это лихо. Валера сумасшедший. Это был перебор. Жесть. Блин, там девочка. Да, там девочка. Я ее специально туда поставил. Беги! О-о-о-о! Психанула. Я приобрел пару седых волос. И, наверное, нервов потратил столько, больше, чем за все три дня съемок. Я боюсь, что я вас перебил. Все, сдаешься. Нет. Последняя попытка. Эстакада провалена. А жаль, до этого все было очень хорошо. Мне было очень обидно, что я не заехала на эстакаду, потому что со стороны она совсем простая, легкая и низкая. Но когда ты сидишь в машине, тебе кажется, что просто взбираешься на Эверест какой-то. А вы зря улыбаетесь. У вас еще веселее будет. Да ладно? Я не сомневалась. Теперь едем в город экзамен сдавать. Право дорожного движения знаешь? Да. Будем ждать. И вот здесь останавливаемся. Уже. Уже. Одна из самых жизнерадостных наших участниц. Ну что, как впечатления? Странные впечатления. На удовольствие есть от вождения? Посмотрела на меня, я понял, что со мной у нее нет удовольствия. Лучше с мужем? С мужем спокойнее. С мужем спокойнее. Пришло время показать свои навыки и Насте. Поехали между колес. Так, я на первой. Было тяжело то, что на тебя смотрят все. Муж смотрит понятно и ждет от тебя победы. Сидит рядом Валера. Ты уже ничего не хочешь. Ты уже готов проиграть. Просто вон, отпустите меня отсюда. Я просто боюсь скорости. Где здесь была скорость? Я ползти быстрее могу, чем ты едешь. Ты молодец! На колесо, на колесо заезжай, на колесо. Это было колесо. Она сбила шину, ты же знаешь. Да, в гараж. Сейчас будем задом заезжать. Какими ты зеркалами пользуешься, когда заезжаешь? Боковыми. Этим пользовалась? Нет. Куда ты едешь? Стой! Все. Нет, нет у вас больше гаража. Ого-го. Близко возле стенки практически зацепили. И мы стоим криво. Теперь поехали на эстакаду. Эстакаду, давайте, 10 детей поставьте под спину, чтобы у меня вспотело все, как у меня. Я думаю, Валер будет справедливый, если муж, который учил свою жену, будет отвечать головой. Хорошо, что не другим местом. Итак, Вадим да улыбался. Теперь твое место на стуле? Да. Ну что? Люблю я такие эксперименты. Если мы начинаем катиться, бегите. Ух, Валера. Ну давай. Настюха, не бойся, я свалю быстрее, чем ты можешь это представить. Ну что? Ты готова? Да. Хорошо. Полегче. Эть, да? Там, да, муж спина оси. Я, я, ну... Я чувствовал, что она очень сильно переживала. Ну прям вот очень сильно. Ничего не делал. Молодой человек, пересядьте дальше на всякий случай. Все нормально? Нет, 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 садитесь лучше тут. Какие он придержал, да? Так, там муж все ближе и ближе. Еее! Да! Она это сделала! Молодец! Зато все остальное она сделала плохо. Спасибо, что... Осторожно, у нас там еще машина нужна. Это моя жена! Я была так рада, мне показалось, что это вообще просто счастье. Ты молодец! Едем сдавать экзамен в город. Наверху восклицательный знак справа. О чем говорит? Внимание. Так и говорит. Старость тебе, да? Кто тебя учил так уверенно говорить неправильные вещи? Что такое внимание? Знак называется не так. Сразу же малейшая ошибка и все. И тебя клинит. Ты уже ничего не видишь, не слышишь, не знаешь, уже несешь, что попало. Со второй передачи решила трогаться? Впереди знак в синий в квадрате. Видишь, висит? Что можно ездить только транспортный, пассажирский. А мы не пассажирский, мы грузовой. Ну, это, короче, трамвай, маршрут, эти, как его, маршрут. Как это называется? Не трамвай, а троллейбусы. Ты мне сейчас начинаешь быть похожим на блондин. Да ладно, Валера, растерялась Настя. Главное, что с улыбкой и без происшествий довезла инструктора назад до автодрома. Здесь и выходит. Ну как, расскажи, твой учитель самый лучший. Мой, да. Ну ладно, хвалите друг друга, пойдем обсудим кое-что. Небольшая пауза для нашего с Валерой обсуждения, и мы готовы объявить победителя. Вадим, Никита, вам есть чего поучиться друг у друга. Тебе, Вадим, стоит поучиться у Никиты, как правильно учить свою женщину водить автомобиль. А тебе, Никита, стоит поучиться у Вадима, как правильно радоваться успехам своей жены. Ну и перед тем, как мы скажем, кому достается 65 тысяч рублей, я хочу обратиться к Насте. Настюша, твои слезы не были напрасными. Вадим мне сказал, что даст тебе ключи от машины, и ты сама поедешь домой, если проиграешь. Так вот, я поздравляю тебя, машина твоя, а деньги ваши. Я люблю тебя. Молодец. Да, молодец. Я молодец. Ну, на самом деле, проиграла это громко сказано, потому что я выбрала для себя, я села за руль, у меня уже есть машина. Такое ощущение уверенности в тебе, что нет, половина моя. Что мы будем покупать? Доллары. Ваши семейные отношения стали слишком предсказуемыми? Не хватает новых эмоций, хочется разнообразия? Вам поможет шоу «Научи жену рулить». А конкретно Валерий Шевелев. И Денис Косяков. Увидимся здесь же совсем скоро на телеканале Ю.